Всем привет! Сейчас мы подошли к кусту, которому третий год. Это долгая его история, он прервался. Но в общем суть в том, что вы поймете, как формировать куст. Вот куст посажен. Вот идет лоза. Шпалеры еще не было. Вот предполагаемая точка, куда поставится опора и будет продолжение ряда. Поэтому куст, людьми лоза, была выведена с поворота. И самая первая точка у нас будет вот здесь, где уже мы хотим иметь ягоды. Значит у нас лоза выпустила в почки первые листики. Сейчас я отмечу те точки, в которых мы будем формировать стрелки плодоношения на будущий год. Я возьму прищепки, просто чтобы вам было понятно, и сюда прицеплю. Значит вот в этой точке я хочу получить гром. Мне нужно, чтобы вышла стрелка плодоношения уже сюда, чтобы ее можно было закрепить. Значит я думаю, что вот отсюда, вот с этого места, и будет она наша первая стрелка плодоношения. Можно было и ниже, я вот и оставляла, но я смотрю, она такая слабая, и нет смысла. Значит это у нас первая стрелка. Следующую мы сделаем через 6 почек. Средняя обрезка это где-то 5-6 почек. Мне кажется, что как раз она для любого сорта подойдет. Поэтому учитываем 6 почек. Значит вот она пошла. Вышла и пошла. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Стрелка когда из этой почки вырастет, мы ее сразу будем формировать наклонно. И она у нас закончится вот здесь. Значит в этом месте, через почку, расстояние надо соблюдать, чтобы была проветрена в куста, мы здесь следующую делаем стрелку. Все остальное будет выламываться. Вот эту почечку здесь мы бережем, как зеницу ока. Все, что внизу, нам все это не нужно. Это нужно будет срезать. Срежем. Все, чтобы наш кустик не тратил силы. Значит дальше. Здесь вот тоже две сразу идут почки, они раскрылись, два пагана, один выламываем, один и вставляем. Опять отсчитываем 6. Значит раз, два, это вставляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот это шестая. Значит нужно стараться, чтобы все лозы выходили с одной стороны. Либо снизу, либо сверху. Сверху это более логично. Значит мы, тут у нас получится не 6, а 5. А вот эта шестая будет следующая. Стрелка отсюда вырастет на плодоношение. Все, значит я оставляю ту, которая более прижата, как бы. Чтобы укладывать на зиму, она застынет, высохнет и будет более такая плоская. Когда она будет расти, постепенно я ее буду вот в таком положении как бы формировать, чтобы сам поворот вот этот застыл, как бы высох и на наклонном положении. Все, все остальное мы выламываем. Вот эти вот почки я берегу как займется урока. Вот. У нас осталось что? Значит раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит здесь у нас на следующий год нарастет сделка плодоношения. Но я думаю, что на двух последних, если тут есть зависть, можно даже дать им отплодоносить. Вот я так вот помечу, что вот эти две будут плодоносить. Все остальное, то есть они от плодоносят и мы отрежем. У нас тут следующая стрелочка будет ложиться и все. Вот это отрезаться будет на осень. Здесь мы нарастим и точно в этом же месте мы закончим эту, значит этот рукавчик. С правой стороны растет уже другой виноград и они рано или поздно встретятся. Вот и все. А вот это, сдалека надо три точки оставить. Вот получается, здесь будет одна стрелочка, вот она сюда ляжет и закрепится. Вот вторая и оттуда выведется вот так вот третья. Все, будет у нас три стрелки плодоношения по пять-шесть точек. Сейчас стрелка, вот она начинается, вот она заканчивается. По идее, вот в этом месте нужно формировать следующую стрелку. Значит здесь все, что на рукаве, оно абсолютно не нужно. Все виланное. Вот. Все это идеально. Оставляется только то, что будет здесь вот у нас родить. Причем надо, чтобы сохранилось расстояние. Значит, ну вот эта крючечка неплохая, я не думаю, что она будет родить. Давайте мы вот эти обломаны где-то ставим первую. Эту тоже можно растянуть. В принципе, расстояние достаточно. Сюда одну, сюда. 20 сантиметров есть. Оставляем все. Это у нас будет стрелка на плодоношение на следующий год. Шесть почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Значит, здесь она закончится. Вот эту мы растим, все остальное вылавываем, чтобы виноград не болел, чтобы были маленькие срезы. Ну вот словно, маленькие, быстрее заживет. Все. Значит, вот она сюда вырастет. И вот так вот мы ее положим. Здесь она закончится. Что у нас здесь? Здесь у нас не все почки пробудились. Эта слабенькая, наверное, толку с ней не будет. Но вот здесь есть, причем две. Одну убираем. Здесь мы попробуем добиться ягод. Здесь нету, но и бокс нет. Вот у нас широкое расстояние. Вот еще одна почечка. Эту убираем. Вот еще одна почечка. Две. Одну убираем. Вот здесь что? Здесь, в принципе, расстояние широкое достаточно. Ну давайте мы так это уберем. Здесь вот одну оставим, вот она же цвести хочет. Мы на конце оставим две. И растянем так, как нам надо. Все. Вот он. Так, значит, вот у нас стрелка плодоношения получается. Раз. А вот это у нас уже просто будет гроздей. У нас будет гроздей. Раз, два, три, четыре тут почечка. Пять. И вот шесть. Шесть гроздей на этом участке. Вот эта стрелка старого года, уже сформированная, здесь будет раз, два, три, четыре гроздей. Когда нарастится этот рукавчик, вот не рукавчик, а плодовая стрелочка вот здесь вот, значит, здесь тоже будут стрелки в следующем году. А вот куст, в который уже сформировано две стрелки плодоношения. Значит, снизу все убираем, все выламываем. Вот наша первая стрелочка плодоношения, а это рукав. Значит, на рукаве все убираем. Вот он пошел рукавчик. И убираем до места стрелки. Вот у нас пошли. Вот здесь должен быть плодик. Скорее всего, что это будет стрелка на следующий год. То есть мы эту почечку будем растить. Вот так ее будем выкладывать, чтобы она уже засохла как бы ближе, чтобы можно было укрыть землей, чтобы можно было уложить. С этого у нас будет стрелка плодоношения на следующий год. На осень мы вот здесь вот обрежем. Все, что вот здесь вот у нас от плода носит, оно обрежется. А вот эта точно такая же выйдет, как эта вот стрелочка, только она сместится на одну почку, вот на этот кусочек. И так каждый год будет смещаться на эту почку. Значит, на этой лозе вот почка есть, это пропускаем, вот есть, это пропускаем. Вот отличная есть. Две в конце можно оставить, потом перецветет, посмотрим, какую-то, может быть, я уберу. Рукава, все убираем. Рукава, все убираем. Все. Вот началась следующая стрелка. Вот здесь тоже двойная, одну убрали. Это у нас будет стрелка на плодоношение на следующий год. Вот. То есть мы осенью вот здесь все обрежем. Все, что здесь ягодки будут, то доносит, обрежем. И точно такую же стрелочку, как вот этот кусочек, мы на следующий год вот из нее вырастим. Тоже на 6 почек обрежем. Значит, оставляем, убираем, оставляем, убираем. Тут двойная убрали. Низ убрали, вверх оставили. Так, что у нас тут? Тут слабая. Значит, мы тогда оставим вот эту нижнюю и растянем. И в конце, в конце, в конце, в конце, наверное, вот эту уберем. Все расстояние мы тут сможем, так, чтобы они не мешали друг другу. И вот теперь дальше интересный момент. Значит, дальше у нас идет вот этот рукав, который голый. Там, где заканчивается стрелка плодоношения, он голый. А вот эта часть вот с почками в этом году будет родить. Мы вот эту самую первую почку оставим на рукав продолжения на следующий сезон. Точно так же, как мы растили плодовые стрелки. Вот эту точку, например. Вот это наш рукав будет на следующий год. Не рукав, а стрелка плодоношения. Так? Мы вернулись к месту. Вот у нас рукав. Весь голый, с правой стороны, на котором лежат стрелки плодоношения. Вот последняя точка стрелки плодоношения этого года. И начинается продолжение рукава. Рукав и стрелка – это разные вещи. Значит, на рукаве первая точка, вот эта. Это будет рукав продолжения на следующий год. Вот это все отплодоносит. А вот это, значит, будет рукав продолжения. Мы осенью вот здесь обрежем. И эту стрелочку, которая нарастет, мы ее вот так вот покладем и точно так же обрежем. Или вот нам нужно совместить с этой, значит, с тем кустом, значит, сколько там нужно подвинется. И оно закончится при соединении. И вот у нас получается на рукаве продолжение. Эту почку оставляем, одну убираем. Оставляем, убираем. Ой-ой-ой, тут плохая, тут плохая, как же быть. Тогда мы оставляем вот эти две, эту убираем. Так, вот эту уберем. Наверное, вот так мы оставим. Вот. И вот эту сюда вот так вот подвинем. Чтобы просто было... Спасибо.